Мы живем в таком прекрасном месте. Здесь расположены три прекрасных, замечательных пруда. Здесь любят отдыхать все жители, не только местные, но и города. И когда стал вопрос о том, что пруды должны убираться и приводиться в порядок, мы приняли решение предложить работникам и руководству экопарка помочь привести в порядок эту территорию. Первым шагом – это уборка. Мы сегодня показываем пример всем жителям и тем, кто приходит отдыхать в экопарк, что территория должна быть убрана, что должен быть красивый лес. Поэтому сегодня мы проводим такую акцию – это субботник. Я думаю, что это первый субботник, но не последний. На мероприятии – это депутаты Черкасского-Азовского сельского совета вместе с головой, представители экопарка и местные жители, школьники школы Черкасского-Азовской, ученики и жители поселка Неснова. Вот эта акция как раз и существует для того, чтобы показать, что вместе мы сила, что мы можем все сделать, и тогда будет нормальное отношение друг с другом. Территория будет открыта, что никто не закрывает ее, что никто не запрещает здесь отдыхать, гулять, ловить рыбу. Почаще надо убирать, потому что у нас люди, у нас люди, ну, я вам скажу, ну, наверное, может, 50% на 50% такие, что бросают мусор, где попало. Эти пруды были бесхозные, занимались беспределом в том плане, что там электроудочками били, все эти ставили. И я вот решил навести порядок в этом плане, чтобы люди приезжали, рыбу ловили, чтобы чистота, порядок, беседочки. Сейчас с экопарка привезли в этом году, с весны, уже лебеди плавают у нас, пеликаны. Тоже дороги сейчас делает, экопарк нам помогает, и облагоустраивает, помогает, и столики, и будем делать беседки. Все бесплатно. Субботник – это всегда прекрасно. Те люди, которые действительно видят результат работы экопарка в целом, не только в лесном, но и в целом по Харькову и в Украине, то я думаю, что они приходят с удовольствием и помогают и природе, и экопарку, да и в целом себе, потому что мы видим пруды, их надо очистить, их надо убирать для того, чтобы люди могли спокойно прийти и отдыхать. И это очень важно. Я скажу вам в рамках децентрализации, которая сегодня в стране происходит, очень важно, чтобы сегодня громады это почувствовали, что объединившись в 2-3 громады, они получат дополнительный ресурс и могут навести сегодня порядок в целом у себя, как в своей семье. Главное, чтобы это почувствовал каждый житель сегодня поселка Леснова, Дерачевского района, ну и Харьковской области в целом. Если сегодня взять в целом экопарк, который работает и развивается, то он дает возможность сегодня детям получить совершенно другое образование, отношение к жизни, именно общаясь с природой, общаясь с животными. С этих детей, я уверен, будут самые настоящие патриоты Украины, которые будут и своих детей воспитывать, и другим приучать любовь к природе, любовь к жизни. Я люблю хищника, а мой ребенок любит козликов. У нас все время на эту тему происходят дебаты, потому что она говорит, мама, пошли кормить козликов. Я говорю, Леон, пошли и посмотрим, такие красивые тигры, они такие ухоженные, они такие мордатые, они такие классные. Идем, говорит, она ходит вот так вот и говорит, нет, мама, пошли кормить козликов. То есть мы почти каждый выходной мы здесь, сегодня с сотрудниками, с друзьями. У нас сегодня такой субботник, мы приехали помочь убрать, собрать листья, листву, дорожек снести. С своим любимым коллективом, с своей любимой организацией. Нас зовут, мы везде едем, везде получаем вот это удовольствие. Приятно осознавать, ты тебя чувствуешь не просто сотрудником компании, а практически как семьей компании, потому что ты живешь в большом дружном коллективе, который тебя поддерживает в нужное время. Компания – это не просто работа, это стиль жизни, стиль мышления. И возможность взаимной выручки, он очень помогает понимать, что ты не один в этой жизни. И можешь рассчитывать на друзей, на сотрудников своей компании.